Мухаммед Летом 1624 года в Крымском ханстве разразилась междоусобная война. Ее можно было назвать семейной. Интересы развели по разные стороны баррикад главу государства Мухаммеда Герая и его давнего противника Дженебека Герая, ранее занимавшего Крымский трон. И если Дженебек Герая заручился поддержкой османского правительства, то Мухаммеда Герая поддерживал его народ и соседи – запорожские казаки. Мой господин Дженебек Герай хан. Мустафа, ага, я рад снова видеть тебя при дворе султана Мурада. Сегодня прекрасный день, но его омращают слухи, что крымский хан Мухаммед Герай вступил в сговор с персидским шахом, готовится пойти на османскую столицу. Мой племянник кусил власть. Его нужно поставить на место. Крымское ханство и османская империя – союзники. Пусть Мухаммед Герай докажет верность этому союзу и соединится к османам в походе на Персию. Он все равно откажется. Тогда у нас появится возможность вернуть контроль над Крымом и сделать вас главой государства. В Стамбуле малолетний султан Халиф объявил о своей поддержке Дженебеку Гераю. Он пообещал приложить все усилия, дабы привести его на трон в ханстве. И крымского хана, и его подданных эта новость оскорбила. На стороне братьев оказалось все население Крыма, а также нагайцы и черкесы. Шагин Герай в Сечи был почетным гостем. Несколько лет назад именно он выступал посредником союза казаков с персидским шахом Аббасом. Османы готовятся выступить против моего брата и посадить на трон Дженебека. Но мы не можем этого допустить. Мы готовим сопротивление. Я дам тебе тысячу лучших своих казаков. Я с моря отвлеку османов флотилии. Твои чайки против галеросманов? Мы на этих чайках громили пригороды Стамбула. Неужели мы не повторим это еще раз? Мои чайки дадут отпор османам. Падишак дал добро. Сам великий визирь возглавит флот в Крым. Летом хамство будет ваше. При виде османского флота в Себе и Мурзе перейдут на мою сторону. А что с племянником? Если не падет в битве, падет от моей руки. Я слышал, отец хочет отправить тебя в Персию. Мне не хочется ехать туда. Мы же поклялись быть вместе и помогать друг другу. Расстояние сделает нашу дружбу крепче, брат. Субтитры создавал DimaTorzok 3 июня в Кефинскую бухту вошло 12 османских галер. На одной из них находился Джанибек Гераль. Не успел он вступить на крымскую землю, как пришла новость о том, что крымцы преградили ему путь к Вахчисараю. Визирь не решался на какие-либо действия. Он шлет письмо в Стамбул, в котором подробно изложил обстоятельства. Реген Шайкёсим Султан, не раздумывая, отправляет в Кефе османский флот во главе с Капуданом Реджеп Пашой. Никто тогда и не подумал, чем для Стамбула обернется подобный опрометчивый поступок матери султана. Пришла весть из Стамбула. Казаки напали на предместье Деникой. Падишах отзывает часть флота. А как же я? Мы не сможем взять Кефа с таким маленьким войском? Подожди! Как? Казаки с ними? Да... Мы недооценили твоего племянника. Ваши войска взяли османов в окружение. Это было бы невозможно без твоей поддержки. Для меня честь доставить великому хану письмо от визиря Османской империи. Татарский народ желает вас иметь ханом. Следовательно, вами подобает ханствовать. Да благословит вас Аллах! Мухаммед! Да благословит вас Аллах! Да благословит вас Аллах! По некоторым источникам в этой битве погибли визирь и некоторые высокопоставленные османские чиновники. Дженебеку Герая удалось с остатком войска прорваться к Кефе и, погрузившись на корабли, отплыть к варне. На следующий день в Кефе вошел Шагин Герай вместе с казаками. По этому случаю в городе был устроен праздник. Что же касается казаков, то ближе к осени они ушли на Днепр вместе с трофеями и щедрыми подарками от крымского хана и лично от колги Шагина Герая. А как дальше развивались события, смотрите в следующей серии. Продолжение следует... Продолжение следует...